Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие стороны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик. Абсолютно ясно одно – ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России, это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос – кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе. И в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде Гитлер-Югенда в новом его, конечно, издании, выбивать под это новое оружие и дополнительные деньги, значительную часть которых можно будет украсть и положить, как это водится на Украине сегодня, себе в карман.